Для чего был создан центр? Для того, чтобы мы могли предлагать нашим слушателям и студентам, и сторонним слушателям образовательные программы, которые максимально точно отвечают сегодняшним потребностям отрасли индустрии моды. Обучение в этой отрасли должно отталкиваться от практики. И мы работаем в тесном контакте со специалистами-практиками, с экспертами. Наши партнеры — ресурсный центр Fashion Hub, вместе с которыми мы разработали и утвердили несколько образовательных программ, адресованных как раз тем, кто хочет развиваться в сфере индустрии моды. В ближайшее время мы предложим нашим слушателям программу «Основы фэшн-иллюстрации». И я понимаю, что эта программа очень необычная для экономического университета. Мы предлагаем немножко переключиться и порисовать. Степан, я знаю, что вы приняли решение пройти обучение по курсу «Основы фэшн-иллюстрации». Что послужило причиной? Почему вы решили, что вам это нужно? Я считаю, что каждый, кто так или иначе интересуется модой, должен уметь рисовать хотя бы базовые эскизы. А как вы узнали вообще про наш курс? Ваш курс мне посоветовало пройти преподаватель кафедры товароведения и товарной экспертизы. Скажите, а у вас есть какие-то навыки рисования? Есть, но только в сфере графического дизайна и веб-дизайна. Еще до университета уже интересовался модой, модными показами и изучал биографию многих известных молодых дизайнеров. Это уже не в рамках хобби, потому что я уже стараюсь работать в этой сфере, зарабатывать. И в целом я бы, наверное, хотел развиваться в моде и брать моду как за основу своей будущей профессии. Человек, который хочет создавать какой-то творческий продукт, он должен уметь его визуализировать. И навыки фэшн-иллюстрации как раз в этом вам пригодятся. Степан, ну я очень рада, что вы к нам присоединитесь в качестве слушателей. Занятия будут проходить в университете с преподавателем, который уже и сам практикующий фэшн-иллюстратор, и дизайнер, и имеет большой опыт преподавания. Я точно знаю, что среди выпускников РЭО есть люди, которые посвятили свою жизнь моде. У меня есть несколько знакомых, имеющих дипломы банковского дела или другие очень серьезные специальности. Но сейчас они занимаются тем, что создают одежду, потому что в их голове много было творческих мыслей. Будет не только рисование, не только фэшн-иллюстрация. В ближайшее время мы планируем курс по фэшн-журналистике. И я думаю, что эти навыки будут полезны тем, кто сегодня называет себя модными блогерами или мечтает стать стилистом. Приходите на наши курсы, и мне кажется, что алгебра и гармония, они должны идти вместе, и в общем, они не противоречат друг другу.